Одна картинка, которая не меняется, и потом вдруг... А потом город Златоуст, где очень красиво, и там есть прекрасный, там, самый высокогородный трамвайный маршрут в России. Там, как же, в Сан-Франциско. Если убрать. Да? Вообще, очень часто грустно от того, как пытаются сделать красиво российские архитекторы. Ну, в их понимании. Вот, например, очень красиво в Абрау-Дерсо. Такое озеро вполне себе. Лугано-Лугано. Вода потрясающая. Какие-то горы. И Дербург богат. Как это построено. Интересно. Интересно все это. Я, безусловно, всем рекомендую повторить это, потому что это какой-то опыт хороший. Опыт Женихой – это неплохой, не хороший. Просто опыт. Прежде чем мы перейдем к вопросам от наших зрителей сегодня, давай попробуем подвести, раз уж на нон-фикшн, литературные итоги этого года. На твой взгляд, кроме твоей книги, что для тебя стало литературным открытием? Вообще, как ты думаешь, чем характеризован этот год в литературе? Слушайте, прям очень сложный для меня вопрос, потому что я… Не читаю других писателей? Нет, я читаю очень много других писателей. Это может подтвердить служба доставки одного книжного сайта, в котором мне все время привозят коробки книг. Но, в частности, приехал 21 книжка, и все это нобелевский лауреат разных лет. Как-то я странный список такой выбрал, и я их сейчас читаю. И поэтому… То есть это твоя следующая цель? Сейчас большую книгу получишь, и замок Дилану можно… Во-первых, я не получу… У меня это в следующем году цель. Нет, если серьезно, то мне, правда, довольно сложно оценивать год, потому что я не знаком за большинством соперников, коллег. И я веду такой сейчас довольно закрытой образ жизни. Не знаю, потому что кажется, что когда человек пишет в Фейсбуке, что он как-то все время в пространстве находится. При этом я вот сижу в кабинете у себя, и для меня этот год был очень, скажем, тяжелым, но очень много всего в моей жизни происходило внутри этого кабинета. Потому что я сейчас писал первый исторический роман, и мне для этого пришлось, в общем, познакомиться с несколькими тысячами документов и страниц каких-то архивных текстов, и не сказать, что у меня было много времени на то, чтобы вообще читать что-то еще. Но при этом я старался читать, но это были какие-то мои личные списки того, чего я заказывал, и очень много литературы сейчас было, которые стою, и которые как-то могли пересекаться. Потому что, когда вам нужно узнать, какой автобус в тот день ехал по улице, где сидит героиня в 1937 году, вам нужно для этого потратить довольно много усилий для того, чтобы просто назвать одну марку этого автобуса. Поэтому как-то я, к сожалению, не могу подвести итоги. Вот, простите. Да. Мы попробуем. Смотри. Я почему задала этот вопрос? Потому что я читала твоих конкурентов. Да. И мне показалось, что твоя книга «Травля» отличается от большинства из них тем, что ты пишешь и сегодняшний день. А большинство громких российских названий книг в этом году, они все-таки все время так или иначе пытаются осмыслить прошлое. Что «Авиатор», что даже книга «Улиска», хотя она больше о истории семьи, и даже книга «Зыгаря», которая пытается осмыслить… А «Зыгаря» читал, но он не конкурент мне. Ну, нет. Он друг после товарища, и он же ни в каких не списках. Ну, он был в «Снобе». А, да? Конечно. А, я его уделал. Ты его уделал. Вот. В общем, и как ты думаешь, во-первых, почему у литературы сегодня такой патологический интерес именно к нашему прошлому? И почему ты сам в своей следующей книге, давай уже тогда начнем тоже эту тему, тоже решил обратиться к прошлому? Почему нам важно так и насмыслить сегодня? Ну, мне кажется, это не новая какая-то штука. Всегда все обращаются к прошлому или к настоящему. Ну, в следующем году я обращаюсь к прошлому, а все обратятся к настоящему вообще. Или наоборот. Мне кажется, что нет какой-то закономерности, плюс-минус там, ну, один год только так совпало было, один год и другой. Каждый авторсант для себя решает то, что ему сейчас важно. Если в этом какое-то совпадение, мне сложно об этом судить, потому что я не читал эти книги, и я не знаю, в какой мере тот или другой человек исследует прошлое. Почему тебе это стало интересно? Да, мне стало интересно, потому что у меня есть поклонник, мой там, теперь уже друг и товарищ, человек, которому понравились первые мои книги, он историк. И он с какого-то времени начал присылать мне исторические документы и говорит, ну, вот, может быть, тебе это будет интересно пригодиться, может быть, тебе это будет интересно пригодиться. И я как-то в течение нескольких лет получал документы из архивов. Ну, я откладывал, как-то смотрел, я понимал, что вот из этого истории не получится, из этого истории не получится. Про это я знал, про это не знал и так далее и тому подобное. Документы, на самом деле, совершенно потрясающие. Как-то однажды Костя прислал мне пакет документов, связанный с отношением Красного Креста с Советской власти в период Второй мировой войны. И я понял, там, прочитав какой-то большой пакет документов, я понял, что во-вторых, это потрясающие само по себе эти документы, да. Во-вторых, эта тема мало вообще известна здесь. А в-третьих, я придумал историю художественную, которая мне показалась, что я пришел в душ, стоял в душе и простите за подробности. И вышел из душа, позвонил Косте мокрый и сказал, никому не показывай эти документы. Я все придумал. Ну и вот мне понадобилось еще полтора года, чтобы как-то все это сложилось. Мне было интересно, я не писал никогда исторического романа. Это интересно было. Но при этом все равно это какая-то, не сказать, что это исторический роман, потому что все начинается с того, что на лестничной площадке встречаются соседи, и соседка пересказывает молодому человеку историю своей жизни. Все равно мостики в настоящее перекинуты. И мне кажется, что это в полной мере все равно и про настоящее, про наше. Особенно вот про то, что сейчас. Это больше личная история или какая-то вообще? Расскажи немножко о том, о чем эта книга. О чем будет книга? Это история женщины, которая... Вот две истории. С одной стороны, это молодой человек, который переезжает в новый дом, и он замечает на своей двери красный крест, который кем-то оставлен. И он узнает, что этот крест оставила его соседка, которая болеет на Альцгеймера, и она расставляет везде кресты, чтобы ей помогало вспоминать, куда идти домой и т.д. Такая перестраховка, которая, понятно, перестанет работать уже через некоторое время. И он знакомится со своей соседкой, и соседка рассказывает ему историю своей жизни. В том, как она однажды... Она родилась в 1910 году в Лондоне, и в 20-е годы, когда все уезжают из СССР, бегут, ее отец решает поехать в поисках нового человека в обратном направлении, и он как раз перевозит ее в Советский Союз, и она вот с этого времени начинает жить в Советском Союзе, становится сокругницей Инкида. Это Министерство иностранных дел. Она работает машинисткой и секретарем. И через ее руки проходит большое количество документов. И вот у нее разворачивается личная история с документами. В одном из документов она обнаруживает, когда приходит в списке военнопленных, она обнаруживает в списке военнопленных своего мужа на фронте. И из этого разворачивается какая-то большая история взаимоотношений советской власти с Красным Крестом, взаимоотношения власти со своими собственными военнопленными, ее личная история. А потом молодой человек рассказывает в свою очередь ей историю своей жизни. Какая-то, в общем, такая беседа двух соседей просто по лесочной площадке, насколько мне представляется чрезвычайно занимательно. Ну что, мы, наверное, можем перейти к вопросам наших зрителей. У нас есть три книжки Сашины. И они достанутся авторам самых лучших вопросов с автографом, если Саша не против. Поэтому задавайте свои вопросы, пожалуйста. Только, наверное, нам нужно взять микрофон. Ну, я могу повторять это на самом деле. Да. Так, сейчас я вам передам. Можно будет просто передавать. Спасибо. Скажите, пожалуйста, слышно? Да, да, прошу, да. Известный кинорежиссер Андрей Смирнов в своей книге, который я недавно выпустил, там… Кажется, не включен. Не включен? Не знаю. Да нет, уже включен. Да, не слышно. Я могу повторить, потому что… Да, да, да. Там есть киносценарий и эссе некоторые. Он высказывает такую мысль… Я попробую ее передать, сейчас помните, почему это. О переходе от писательства к драматургии как мастерство. И он высказывает такую мысль о том, что, на его взгляд, это два, ну, фактически, не то что разных, да, способы передачи информации, а чуть ли не противоположных, да. Ну, то есть суть в чем, да, писательства это в основном описывают художественными средствами, да, по сути, вот задача. А драматургия для вот кино – это вот как бы задача, наоборот, попытаться минимизировать, да, вот какие-то характеристики героя. Ну, собственно, вы в самом начале сказали, что вы как раз сейчас и тоже работаете над полным метром на сценарии, да, и вот как бы параллельно пишите книги. Вот в этой связи, собственно, хотела услышать ваше мнение по такой, да, позиции. Насколько для вас это близкие, созвучные друг другу, да, виды, или они действительно противоположные, ну, вот как бы об этом отвечать. Да. Ну, меня же все время обвиняют, что у меня нет никаких описательных средств, что я прям пишу сценарий сразу. Здесь я долго могу отвечать на этот вопрос. Во-первых, я когда-то в университете защищал диссертацию о том, может ли считаться сценарием литературным жанром. Тогда у меня уже были идеи на этот счет. Я, правда, не помню, что я писал в этой диссертации. Ну, если серьезно, то сценарий мне сейчас интересно полного метра, потому что я никогда полный метр не делал, а делал на телеке только какие-то штуки, да, сценарии. Во-вторых, это какой-то способ прокормиться, потому что, к сожалению, мои динарары сейчас книжные много тысяч раз меньше, чем можно заработать за сценарий. Во-вторых, мне это нисколько не мешает, мне интересно. И я, да, действительно намеренно в книжках как-то пытаюсь сделать так, чтобы описательных средств было меньше и чтобы они были совершенно сухими. Я вообще верю... Я недавно разговаривал со своим издателем, Борисом Антоновичем Пастернаком, я ему говорю, что мы обсуждали тоже. Он говорит, вот мне бы хотелось здесь чего-то там вот другого... Не тоже другого, нет, вот как раз описательных каких-то вещей. Я ему говорю, что я верю в подтекст, а не в текст. Мне кажется, что мне удается иногда двумя предложениями сказать, в общем, а дальше вы можете там отправиться в путешествие и принять меня. Он говорит, что за подтекст не платит. Он говорит, платит за текст. Я говорю, что, ну, посмотрим. Как-то, ну, намеренно я отказываюсь от описательных средств. Там очень часто мне они кажутся совершенно бесполезными, ненужными. И я там, ну, этот пример каждый раз я привожу про Толстого или кого угодно. Да, мы читаем больших писателей и понимаем, что полторы страницы нам описывают лицо героини или главного героя и так далее и тому подобное. Мы должны понимать, что оптика читателя сейчас очень изменилась по сравнению с тем, что было сто лет назад. Мы сейчас за один день видим лиц больше, чем человек видел за всю свою жизнь. И человеку того времени, безусловно, нужны были, ему нужно было просто действительно нарисовать персонаж, чтобы вы его представили. Сейчас, когда я пишу, женщина вошла, вы без меня прекрасно представите все про эту женщину. Вам не нужно ее, мне кажется, вам не нужно ее описывать. И более того, если я начну ее описывать, широкий лоб, то мне кажется, что в этот момент я вторгаюсь на вашу территорию, потому что у вас, вероятно, уже что-то сложилось по отношению к этой женщине. Или не сложилось, не знаю. Я думаю, что то, как я пишу, может вызывать разочарование у людей, которые любят ту большую литературу, в которой догорал домик Пришлина и все эти шутки. У меня какие-то другие задачи. Мне это совсем не интересно. Я занимаюсь тем, что, несмотря на то, что издатель просит меня от книжки к книжке сделать чуть-чуть побольше, я вот все сижу и сокращаю, и сокращаю, и сокращаю, потому что мне все время кажется, что это не нужно, и это не нужно. И мне нравится, так как я много лет занимался музыкой, и это вот прямо очень видно в травле, мне нравится, чтобы был ритм, мне нравится читать вслух то, что я пишу. И мне кажется, ну, у меня там вообще много проблем. Знаете, мне, например, все время нужна запятая между тот лежащим и сказуем, что невозможно сделать в русском языке, да, к сожалению. Мне все время хочется поставить... У меня есть места, где мне нужна запятая, там просто цезура нужна. Если бы можно было ставить знак цезуры, я бы с удовольствием, не знаю, галочку, как в протитуре, я бы ставил. И я думаю, что я рано или поздно все равно буду ставить запятые. Не знаю, как на это реагирует мой редактор, но плохо. Плохо, да, вот мой редактор там, кстати, сидит, хотя... Но она мне очень нужна. Вот в первом предложении в новом романе мне очень нужна запятая между тот лежащим и сказуем. Я могу... Ну, я не знаю, что там делать. И человек. Нет, там весь маленький, там должна быть запятая. Разряд-то не имеет право, на собственный взгляд? Ну, видите, я все-таки пишу по-русски, да, хотя многие потом сомневаются. Ну, вот это для меня травма прям, блин, большая какая-то. Так, еще вопросы? Да. Спасибо вам. У вас был вопрос, уже он отпал, да? Да, это был тот же самый вопрос, что вы представляете. Тот же самый вопрос про, как мешает... Мешает или помогает сценарий? Я не знаю, во-первых, сценарий... Ну, вот я, например, мне предлагали... У нас не получилось в первый раз... Мне предлагали писать сценарий по собственной книжке, по замыслу. Мы просто там не договорились... Финансово не договорились с продюсерами, поэтому это дело как-то отложилось. Я вот, например, по собственной книжке ни в коем случае не хотел бы писать сценарий. Я сразу сказал, что я готов продать права на экранизацию и не прикасаться к ней, потому что я знаю, что это все равно получится что-то совершенно другое, и вы... Ну, мне хочется потом прийти к кинотеатру и сказать, что вы все испортили, да? Сейчас я пишу историю, даже которую я не придумал. Продюсер придумал историю, там, совершенно продюсерскую историю, которая мне говорит, вот, нужно ее там сделать, да? Я ее делаю просто, какой-то там сценарий. Даже не мной выдуманная история, я просто занимаюсь тем, чтобы... Ремесло. Ремесло, да, совершенно точно. Но это очень интересно, потому что я большим метром никогда не занимался, там прям ты какие-то штуки для себя узнаешь, да, которые потом, может быть, ты используешь в книжке, а, может быть, не используешь. Все говорят... Я читал очень много реценций про себя, и все время там люди, которые меня не знают, говорят, ну, вот видно, да, старое сценарное мастерство, тут все ружья развешаны там как нужно, все стреляет. Я никогда не был сценаристом. Я был сценаристом на телевидении и писал шутки. Вообще никакое это отношение имеет к сценарному телу. Мое все сценарное, то пока не представляют себя меня сценаристом, исходит из того, что я там слушал курсы сценарного мастерства и много там сделан каких-то программ. Но это вообще, мне кажется, совсем не то. Поэтому, мне кажется, это не мешает, мне кажется, все помогает. Там кто-нибудь там проявится в чем-то. Да? Да? Все на работе, да? А, не понятно. Не важно. Есть желание у меня поехать в Минск. Может, я немножко не о таких высоких вещах. Просто... Куда сходите? Это интересно. Мне кажется, что мы боялись, кто такие белорусы. Потому что сейчас, мне кажется, мы не очень понимаем вообще, чем вы живете. Какие у нас стереотипы про Минск. Он чистый, он есть в флагах и так далее. Что я хочу реально почувствовать? А я не знаю, что вы хотите почувствовать. Во-первых, я бы не обобщал, потому что 9 с лишним миллионов белорусов очень разные. Даже мои друзья белорусы, они очень разные. Я вообще против. Хоть я все время обобщаю. Мне жена говорит, ты вот всегда говоришь в интервью не обобщай, а дома вечно ходишь, а приезжаешь и обобщаешь. Но я против того, чтобы все-таки... Глобально я против того, чтобы обобщать. Хотя, наверное, сам этим грешу. Я... Минск... Мой Минск, собственно. Мне кажется, это лучший город на земле и вообще ничего лучше. Это сейчас Новый Берлин абсолютно. Если вы попадете с какими-то правильными людьми туда, то вы увидите какой-то невероятный город, где бразильские граффитчики заинбахивают прям целые кварталы какими-то прекрасными граффитами. Вы увидите прекрасные вечеринки и кафе, и у вас будет ощущение, что вы правда находитесь в Европе. Но, с другой стороны, вы можете совершенно другими людьми поехать в Минск, и вам покажется, что... Вот, например, я ездил туда со своей женой сейчас в Минске. Ей там настолько не понравилось, что она в полгода оттуда улетела. Прямо в Минском аэропорту самолеты сносила. Прямо серьезно. Там был такой ураган, что снесло самолеты. Она говорит, я улетаю. Я говорю, может быть, хотя бы дождемся, пока поле закончится. Она говорит, нет, я не могу больше здесь находиться. Ей очень не нравится. Она всю жизнь прожила в Петербурге. Ей в Минске очень не нравится. Я отправлялся летом в Минск с желанием пробыть там неделю и вернуться. И вернулся через месяц. Потому что это родной дом, летом очень хорошо пишется и так далее и тому подобное. Поэтому, не знаю, вы откроете какой-то третий собственный Минск. Я очень надеюсь, что вам понравится. Я тоже надеюсь. Спасибо. Там далеко-далеко вопрос у нас. А я вам спрошу. А давайте. Какие имена, авторитеты для вас, кто оказывал поздоровление на ваше проводление? Да, их много, безусловно. Будьте здоровы. Этих людей много. На меня оказывали какие-то мои близкие или не близкие люди. Вы, наверное, хотите услышать про каких-то известных людей. Композиторов, писателей. Это что-то значит. Да. Я много изучал французскую литературу в университете. Поэтому для меня французские авторы в плане профессиональной деятельности оказали на меня серьезное влияние. Фруст, Серин для меня очень важны. Хотя полная противоположность Фрусту. Но мне кажется, чем-то похож на Серина. Потому что мне хочется языком говорить. Ну, не языком, но мне хочется говорить языком, который мы сейчас говорим, а не языком, который мне хочется в прошлое, мне хочется как-то сейчас и здесь быть. Но не говорить так, как говорят существа, которые в Доме-2 находятся, а говорить каким-то языком, который мы сейчас с вами разговариваем. На меня произвели, оказали серьезное влияние музыканты. Потому что я учился в Лицее при консерватории. Не судьба этих людей, но вообще музыка. Потому что я в школе очень плохо учился. Я об этом писал сейчас снове и писал об этом когда-то в мире. Можно на вашем ресурсе говорить про другие ресурсы, да? Очень интересно. У меня, кстати, с вашим ресурсом у меня очень смешная история. Надеюсь, расскажу. Прекрасный ресурс, где можно задавать вопросы. Я просто задавал три вопроса подряд, и я очень смешный ответ получил. А что ты спрашиваешь? Я очень плохо учился в школе, прям отвратительно. Первые четыре класса, когда все учатся хорошо, я хорошо учился, а с пятого класса я сел на последнюю парту с Димой Кобриным и понеслась. У меня первая двойка была в четверти, по-моему, в шестом классе. И потом безостановочно, если бы папа приносил взятки, меня бы постоянно в школу. Новый корпус в школе, по-моему, пристроили, из-за того, что папа договаривался все время там. В общем, в школе я отвратительно учился, ничего не читал. Я говорю, что у нас на уроках русской литературы тонуть было веселее, чем слушать Литию Ванну. И как-то все было грустно. Но при этом я с мальчиками, знаете, случаясь такой, что-то пересчеткивает, и вы с определенного времени начинаете заниматься музыкой, так прямо очень сильно, уверенно. И я должен был поступать в консерваторию. Моя бабушка мечтала, чтобы я поступил в консерваторию. Но на экзамене по гармонии я сдал пустой лист. И люди в военкомате так потирали руки, потому что поняли, что к ним уже парень плывет. Да, нам надо быстро заканчивать сейчас. У нас есть время, может сказать, интересно. У нас уже три минуты. Ну, три минуты. Окей, три минуты. Вот. И как-то я сдал пустой лист, и у меня появился шанс поступить в другой университет. И это я рассказываю к тому, что музыка, Рахманинов, Майлер и все подряд, это были... А где она занимается? Я играл на велончели, так как я плохо играл на велончели, на чем меня перевели на контрабасы. В общем, я занимался музыкой очень долго, а потом как-то хорошо игрался. Даже поступить на экзамен в консерваторию по контрабасу сдал на отлично. А гармонию завалил специально. И занимаясь музыкой, это и были мои первые тексты, которые я читал. Шуберт и Лесной Царь для меня становились первыми книгами, которые я читал. Я слушал Кармен Цюинту и узнал, что происходит в Кармане, а при этом ни в коем случае не читал школьную программу по литературе. Но читал музыку, музыку, музыку. А потом как-то я послушал первую лекцию. Я странным образом поступаю в Европейский коммунитарный университет. Написал сочинения лучше всех почему-то. Не занимаюсь совсем никогда на чем. И как-то началось, что дальше случилось в моей жизни какое-то такое перерождение. Вдруг в университете я занялся литературой. Я последнее что-то рассказываю про The Question. Да, давай. Дело в том, что в прошлом году я читал курс в университете в СППГУ магистром по деконструкции текста. Это была такая мастерская, которая досталась литературной мастерской, которую когда-то Дорогомощенко вел. И я когда-то Дорогомощенко хотел в эту трудомастерскую, а после него как-то мне предложили со студентами заниматься. На одной лекции мы занимались жанрами, мы писали колонки, мы писали сценарии. Я предлагал хоть что-нибудь делать, потому что магистры конечно ничего не хотят делать, они все знают про жизнь. И я задал три вопроса на вашем ресурсе прекрасном. Есть ли Бог? Что происходит с человеком после смерти? И как написать журнальную колонку? И мне ответили на два вопроса. Как вы понимаете, все знали все про Бога и что есть после смерти. Но никто не знал, как написать журнальную колонку. И через год Кашин написал все-таки, как написать журнальную колонку. Но магистров не впечатлили ответ. Тебе придется самому ответить на свой вопрос. Я не знаю, как написать журнальную колонку. Нас выгоняют. Да, класс. Нас выгоняют, а мы передаем эстафету кому-то. Спасибо огромное, что пришли. Да, я думаю, что у нас как раз было три вопроса. Да, класс, да. Три вопросы. Три вопросы. А я буду еще знать. Давайте поможем сюда.